Добрый день, уважаемые коллеги, друзья, соратники, садеи и все, кто к нам присоединился и слушает этот вебинар или потом посмотрит в записи. Мы сегодня уже услышали интереснейшие доклады, которые в основном были посвящены философии, праву, общей гармонии мира. Я в своем небольшом сообщении, в котором, ох, как хочется много вместить, но совершенно мало времени, попытаюсь рассказать о направлении деятельности, связанной с управлениями, новым словом в управлении организациями, вне зависимости от их вида деятельности, формы собственности. И общий подход является достаточно новым словом, сетение, но внутри русско-космического общества он уже используется достаточно давно. И вот попытаюсь раскрыть, что же нового удается предложить в области практической деятельности. Ну, сначала небольшой экскурс. 1940 год. Появляются компьютеры. Наряду с полезными моментами они внесли, так скажем, ускорение неравномерное. И как ответ на это появляются первые сессионные центры, в частности, в Чили. И вот здесь у нас с 1970 года небольшая развилочка. С одной стороны, первый сессионный центр был построен рекурсивно в строении человеческого организма, это Stafford Beer, то, что мы бы сказали сегодня природоподобный, природосообразно. Но с другой стороны, с ним произошли странные вещи. Первая странная вещь, то есть вот именно то, что он был такой природоподобный. Второе, то, что этот проект был связан с обратной связью работы с людьми, так называемый проект Киберсилл. Но самая странная вещь, это то, что как только была свернута власть, первым делом был разрушен все, что связано с этим ситуационным центром. И развитие вычислительной техники прошло, как сегодня многие говорят, по программическому пути. Появился интернет и зарпанет, который развился, цифровые платформы, сетевые, социальные сети, цифровые экосистемы. И как некая вершинка на сегодняшний день, вот именно этого подхода западной научной школы, это нейронет и то, что сейчас на слуху слово метавселенная. И вот последний чат GPT. Ну, казалось, можно было бы только радоваться этому, но мы проведем более углубленный анализ чуть позже. И совершенно забыта была веточка, связанная с тем, что система должна быть не просто цифровой, но она должна соответствовать тому природе, в которой человек живет, его внутренней структуры, чтобы потом как бы в судорогах не вспоминать первые законы, вторые, Айзека Зимова, Артура Кларка, изложенные в их научно-фантастических романах. И вот эта веточка, она развивалась созданием биосоциотехнических систем, ноосистем, космоноосистем. И вот мы подошли к понятию сетения, как биосоциотехнического процесса, обеспечивающий вся связь всего со всем в целях, обращая внимание, устойчивого развития жизни. Для того, чтобы понять, почему чисто цифровой подход, это дорога в никуда, давайте тоже вот этот экскурс рассмотрим с другой стороны. Что он дал с чисто цифровой подход? Это Web 1.0. Прекрасно, мы имеем сайт. Главным лицом, кто в Web 1.0 является разработчик программы. Дальше у нас появляется Web 2.0. Уже люди, пользователи, они превращаются здесь в объекты, потому что только я кликнул, и человека можно исключить, как это мы знаем, исключали даже высокопоставленных лиц из Твиттера. И как продолжение этой работы, которая заключалась в частности переход от Web 1.0 к Web 2.0, работа идется с файлами и не структурированными данными. И нормирование всех процессов внутри этих систем происходит по абстрактным законам математики. Только и только это. И как вызов обработки больших данных, которые стали накапливаться, который, как и все в сегодняшнем мире техническом, растет экспоненциально. Это огромные зетабайты, и этот процесс только увеличивается. Потребовалось Big Data, потребуется проект Метавселенная, нейронет, вживление чипов, мозг человека инвазивный, чем занимается Илон Маск. Метавселенная – это проект Сукерберга. Ну и чат GPT, который сегодня просто впитывает себя. Появился он в ноябре 2022 года в открытом пространстве. И по существу формируется нечеловеческий искусственный интеллект, эмерджентные свойства которого на сегодняшний день непредсказуемы. И это вот так веточка. И проект, связанный со структурированием данным, который старт дал Тим Бернсли в 1990 году, так потихонечку шел на сегодняшний день. Но наша команда сконцентрировалась именно на этом и разработала ситуационный центр, который базируется на моделях, нормированной не только законами математиками, но и частью инвариантов в системе координат человек, природы, техника, общества, космос. И здесь уже обращаю внимание, если веб 3.0, который является ситуационный центр в нашей терминологии, понятие это не устоявшееся. Мы ему придаем такое значение. Ключевым лицом является архитектор программы. Здесь разработчик, здесь архитектор пространства уже. Дальше. Люди, которые здесь работают, превращаются не в пользователи объекта, а не в создатели и субъекты. И процесс сетения, определение, которое я уже дал, ключевым его пунктом является организация как субъекта сетения самого этого процесса. И на сегодняшний день, а что значит нормировать этими законами? Безусловно, сюда входят очень многие достижения и не только те фотографии, которые я здесь привел людей. Это в первую очередь, на чьи работы я опираюсь в своих исследованиях и практической деятельности. И можно видеть, что ключевой фактор, ключевой фактор вот этого процесса сетения является организация. И человек тоже в этом смысле рассматривается как организация. И мы выделили, помимо цифровых, которых я не вижу смысла рассматривать в рамках данного доклада, три вида организаций, с которыми мы на сегодняшний день работаем. Это, во-первых, биосоциотехническая организация, которая опирается на инвариантные принципы аутопоезиса, на кибернетику первого, второго порядка. И вот мы сейчас приступаем только к работам, которые изложил нам Владимир Евгеньевич Лепский, кибернетику третьего порядка. Это структурные свойства организации и пространства, в котором они находятся. Это технетика, достаточно малоизвестная, но тоже рожденная российскими учеными. Ресурсные свойства организации и природосообразные. Это связано, в общем-то, в первую очередь, с ноосферой. И фрактальные свойства организации, связанные со всеобщими законами мира. Но, обращая внимание на что, вот мы рассматриваем эти подходы и вкладываем в нашу систему. Что на сегодняшний день уже удалось сделать? Удалось нормировать для биосоциотехнической организации в системе координат человек-природа-техника. А что это означает? Что из комплекса всего наук удалось выбрать для аутопоезиса некоторые закономерности, изложенные в текстовой форме, для рекурсивных свойств организации, структурных свойств удалось в графическом свойстве выражений и описание ресурсных свойств удалось выразить в виде интегро-дифференциальных уравнений. И все это, подчеркиваю, попадает в систему координат уже программного комплекса, начиная от слоя данных, слоя логики, слоя пользовательского интерфейса. Нам еще предстоит провести работу, каким образом отнормировать наш программный комплекс, нашу космоносферную платформу на природосообразные свойства, на асферные организации. Здесь приведены ключевые ученые работы, чьих мы опираемся в первую очередь. Это, конечно же, закон сохранения мощности, мнение о том, что в ближайшее время это не точка технологической сингулярности, а второй особый период, на фрактальные свойства организации, ну и, конечно, приводить это к системе координат пространства, время выражать для того, чтобы обеспечить это единство. И как некий высший потенциал нашей работы придет, не придет, а необходимо закладывать на сегодняшний, даже на этом этапе, фрактальные свойства космоносферной организации, такие как масштабная гармония вселенной, которые нам сегодня рассказывал Сергей Иванович Сухонос, еще предстоит это в основном пространство, время, это работа Анна Приенко и, конечно же, генетическая, эволюционно-генетическая матрица и формула базового генома мира, которые связаны с именами Остафьева, Бориса Александровича, Масловой, Натальи Владимировны. И что мы в результате получим этой работы, этой нормировки? Принципиально мы создаем миры сетения, вот этого биосоциотехнического взаимодействия, природосообразные миры. Ключевое отличие их от цифровых заключается в следующем, что здесь цифра, искусственный интеллект для человека, цель устойчивой создания жизни, человек-субъекта-созидатель, система-координат, это человек, общество, природа, техника, космос. Технологии, которые мы используем, это не только цифровые, но и природосообразные. И в рамках тех работ, которые сейчас ведутся в мире, в результате цифрового взаимодействия, сводя все взаимодействие между человеком-техником или искусственным интеллектом, или еще более точнее, сильным искусственным интеллектом, мы видим, что организации «я», организации «и» разрушаются. В нашем же случае организация становится субъектом сетения. И тогда, тогда вот эти цифровые миры будут рождать не вот эти мертвые кристаллические структуры, которые в левой части экрана, а в частности, я всего лишь взял один пункт, «золотое сечение». Вот в чем разница, вот архитектура того комплекса, который мы выстраиваем в своей работе. Но как это сделать? Оказывается, ведь, смотрите, мы слышали столько докладов, все говорят на своих конкретных языках. И вот здесь одно слово, концепции и язык описания, где-то математика, где-то текст, где-то графика. Но язык-то программирования совершенно другой, инструменты там разные, база данных, средний слой, интерфейс, и люди там работают разные. И вот задача состоит, ну, просто невероятно сложная, разработать этот узел экосистемы, организация как суверенный субъект сетения в полисубъектной среде. То есть по существу синхронизировать предстоит ученого со всеобщими законами мира, с хранением в инструментарии базы данных, системолога, программиста с общими законами, или как мы в программировании называем их абстрактными, со средним слоем, языками программирования, C-sharp, ядром, .NET Core, специалиста со специальными законами, с интерфейсами, и, наконец, контент, это пользователь, который уникально работает на своем рабочем месте. То есть мы видим, как горизонтальные необходимости, чтобы вот эти языки между собой срастить, так и вертикальные задачи, невероятно сложные, но другого пути нет. И на сегодняшний день, что мы сделали в этом направлении? Мы разработали этот узел космоносферных экосистем на 26 февраля 2023 года этих будущих экосистем, что он в себя включает? Институционный центр, систему коммуникации, которой мы сегодня пользуемся, маркетплейс, образование, конкурсы, планирование конструкторов, сайтов и администраторов. Самое главное в этом заключается, что? Что здесь часть систем уже нормирована, часть даже на космо-ноосферные подходы, и часть биосоциотехнические, ноосферные подходы. Это и есть принципиальное отличие, которое в рамках конвергентной модели сетевого взаимодействия человека, пользователя, технического устройства, программного сервиса, различных институтов позволяет нам создавать вот эти организации, субъекты, когда главным действующим будет лицо вот этот вот ядро, кластер, и которые будут в результате распределенного взаимодействия с друг с другом, обмениваться необходимой информацией, а не включаться на одну организацию, где бенефициаром является конкретной какая-то госкорпорация. И вот здесь было сказано, то есть как раз вот Лепский говорил о том, что проводили эксперимент в КОМИ, и госаппарат как бы не включился в эту работу, или кто-то там помешал. Я с этим абсолютно согласен. Это безумно тяжело делать, поэтому мы идем с другой стороны. Мы работаем с тем, что я называю людьми-субъектами. Пускай это проектики небольшие, там такие, например, как онлайн-школа Натальи Владимировна Маслова, онлайн-школа Ирины Константиновны Мухиной, Золотова, вот работа, связанная с кедрами России, биосоциотехнической системы выстраивания, и таких у нас небольших внедрений, которые тихонечко начинают уже находиться в процессе этого сетения, у нас насчитывается порядка 20 организаций, среди которых есть и госструктуры, есть и университеты, государственные университеты управления, там внедряется сессионный центр, это и бизнес-структуры, то есть процесс уже начался. Ну, безусловно, количество ресурсов у нас является, ну, просто безумно малым, но в то же время тот подход, который мы говорим, он изначально закладывает эту систему взаимоотношений, как внутри планеты Земля, так при дальнейшем расширении Солнечной системы и выход за ее пределы. Почему надо это делать на самом первом шаге? Почему сразу надо учитывать те гармонии развития Вселенной, всеобщие законы мира, ну, а ритмы, которые есть во Вселенной сразу? Да потому что у меня есть твердое убеждение, что нельзя сначала сделать курицу, потом сделать из нее аиста, потом орла, ничего из этого не получится. Надо сразу закладывать ту птицу, которую мы хотим получить. И сразу облик, вот это генетическое единство мира, ключевой посыл, вот последний слайд моего доклада, это обеспечить, я вот здесь пропустил слово, слегка перефразированный, то, что у нас говорил Гегель, у него не было слова генетическое, а было только единство и борьба противоположностей, именно обеспечить генетическое единство вот этой платформы мира, в рамках нее борьбу противоположностей, но что пропущено, оказывается, вот в результате подготовки исследований, не являясь большим философом, я нашел, что у Яроклита было вставлено, а это еще в V век до н.э. и гармоничное взаимодействие. Таким образом, заканчивая свое выступление, я заканчиваю таким призывом, наш успех, нашей российской цивилизации, и, как я считаю, маяка мира и успех всего мира, это в генетическом единстве, в гармоничном взаимодействии и борьбе противоположностей. И вот к этому тезису хотелось бы, чтобы мы присоединялись больше усилий, потому что для практической деятельности очень сильно требуется ресурс и человеческий, и материальный, и технический ресурс. Те идеи, которые заложены, их нам надо воплощать. Мы должны прирастать новыми кадрами, особо молодыми. Спасибо за внимание. Вот на этом я закончил бы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!